МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что курс рубля находится вблизи фундаментально обоснованных значений. С нашей точки зрения это справедливо, учитывая нынешний уровень цен на нефть. Вместе с тем, если цены на нефть не вырастут до заложенных в бюджете 50 долларов за баррель, правительство и Банк России, вероятно, будут вынуждены провести девальвацию. Не стоит забывать, что чтобы добиться дефицита бюджета в размере 3% ВВП, как запланировано, курс рубля должен составлять 94 рубля за доллар. Однако, какая будет не в следующем году, какая будет программа приватизации и прочие действия правительства, сказать достаточно сложно. Конечно, ослабление рубля и, соответственно, некоторый рост инфляции не позволяют ЦБ снижать ключевую ставку, что крайне отрицательно для реального сектора экономики и для ВВП. Если ключевая ставка сохранится на текущем уровне, то вполне возможно, в следующем году российскую экономику ждет не рост экономики, а стагнация. Сейчас слишком много неясных факторов, которые определяют курс рубля и российскую макроэкономику. Однако, никакого кризиса мы не видим. Динамика ВВП и промышленного производства около нуля. Инфляция составляет порядка 10%, что также достаточно комфортный уровень. В России есть стагнация, но нет кризиса. В заключении стоит сказать, что своими действиями наш мегарегулятор, Банк России, старается максимально сглаживать внешние шоки. Это касается как субъектов бизнеса, так и рядовых граждан. Редактор субтитров А.Семкин